Я флюгер Чтобы выяснить один довольно спорный вопрос Ваша фабрика своими силами строит дом Так? Совершенно точно, строим дом В вашем доме 50 квартир Совершенно справедливо, 50 квартир в нашем доме Вот я предлагаю изыскать возможности и 5 квартир выделить нам для работников управления Ясно? Ясно, правильная мысль вовремя подсказали Сожалею, что самому в голову не пришло 5 квартир, выделим вам, работникам управления А я считаю, что этого делать нельзя Ваши рабочие ждут, надеются А вы им сюрприз преподнесете, 5 квартир заберете Я считаю, что за такие дела поголовки не погладят А теперь вы правы, абсолютно правильная мысль Действительно, действительно, что делается Мы для рабочих дом строим А у нас хотят 5 квартир цап-царап Я удивляюсь, Анна Ивановна, как вы мне такое подсказываете За это ведь действительно поголовки не погладят Ивану Петровичу легко говорить, он от нас уходит Теперь все на мне повисло Да понимаете же вы, какой это серьезный вопрос А я, между прочим, сам говорил, что я против выделения 5 квартир Выделять так уж 10, а еще лучше 11 А мы для ровного счета выделим вам 13 и все Сколько у вас там в управлении работников? Человек 50 50 человек? 50 квартир выделим Выделять так выделять Решать будем вопрос широко, по государству Не знаю, как на этом в министерстве посмотрим А мы и спрашивать никого не станем Что же вы думаете, что сами вопрос не в состоянии решить такой? Я не понимаю, человека с работы сняли, он суется не в свои дела Иван Петровича перевели в министерство Абсолютно правильная мысль Вовремя подсказали золотые слова Иван Петрович Ведь что делается, чиновники-то чужими руками жар загребают Фиг они получат, они квартиры Ох, и батлет же это круглик Ну и про хворжа-то круглик А я что говорю? Я флюгер, поставлен я на крыше Я флюгер, не даром я всех выше Чтобы не сняли, усердно тружусь Куда подует ветер Туда и повернусь, туда и повернусь Когда? Могу сюда Когда? Могу туда, но против ветра никогда А я считаю, что на эти деньги нужно обставить в столовую Старая мебель совершенно не имеет вида Мама, ты абсолютно права Мебель прежде всего А я хочу на юг Ну надо подождать Имею я право раз в сезоне бывать на юге Раз в сезоне ты имеешь право бывать на юге В чем дело? Поезжай на юг Совершенно не обязательно в этом году туда ехать Мама, мама Можем прекрасно отдохнуть за годом Мама, на Сиверской Правильно, Сиверская, верно, золотые слова И хорошо для здоровья, и мебель можно сочетать А я хочу на юг Ну надо подождать Ну почему мама всегда все вмешивается? Правильно, всегда, всегда суется не в свои дела В конце концов, кто замужем? Я замужем или она замужем? Действительно, кто замужем? Ты замужем или я замужем? Что ты делаешь? Я хочу на юг На юг, все, и правильно, и поезжай на юг Поедет на Сиверскую И больше ничего, я не разговариваю с ней Что значит смешиваться? Вот именно Что это за отношение к матери? К матери, ты моя мама, понимаешь? Ты думаешь, о чем ты говоришь? Да не о чем ты тут? А я думаю, что папе писать под чужой дудку? Правильно, у мамы дудка вы должны плясать под чужой дудку Я сама знаю, что для меня хорошо и что для меня плохо Я поеду на юг На юг, правильно, все, мама у нас узурпатор Боже, это ты говоришь своей матери Я пошутил Маленький виск Не обращай на меня внимания Все равно, пока я жива, будет по-моему Правильно Да, поедет на Сиверскую Поеду на юг Нет, Север Нет, Север, юг Северская Аплодисменты Надо вам сказать, тема, которую мы затронули в этой небольшой интермедии Она не такая уж безобидная, какой она кажется с первого взгляда Дело в том, что... Здравствуйте Ой, критики сюда пришли Здравствуйте 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 Простите, я бы хотела Я бы тоже очень хотела Высказаться Мой номер Ах, вы по поводу флюгера Да, да, да Слушаю вас Простите Похожите Простите Вы знаете Мне, этот номер Да, я понимаю Ах Мне тоже Не понравился, да Нет Понравился Понравился? Да Да, а вам? Знаете, мне этот номер тоже Понравился Нет, не понравился Не понравился Вообще сценка Она, конечно, так себе Хорошая Хорошая Хорошая. Вообще, стенка... Такси? Такси. Стенка веселая, но мелкая. У вас театр, простите, сатирический? Простите, сатирический. Да, тогда надо глубже, понимаете? Глубже и шире. Шире и глубже. Да. У нас ведь есть что критиковать? К сожалению, есть. Ну, а раз есть что критиковать, значит, надо критиковать. Понимаю. Надо, будем, в своем деле. Да, слушайте. Сценка, конечно, веселая. Да. Но над чем смеете? А неизвестно, да? Известно. Ах, известно, да? Над этим смеяться не надо. Да, не надо, не надо, не будем. Сейчас надо говорить о явлениях нашей жизни каких? Каких? Светлых. Светлых. Пахтов каких? Каких? Положительных. Положительных, да-да-да. Вот будем об этом говорить? Ну, я не знаю. Конечно, конечно, сейчас надо говорить. Да-да, о явлениях нашей жизни. Да, о каких? Светлых. Темных. Темных. О фактах каких? Каких? Положительных. Отрицательных. Отрицательных. Будем об этом говорить? Да не знаю, как бы. Нет, мы не будем. Нет, мы не будем. Нет, мы будем. Посмотрим, мы сейчас не будем. Нет, мы будем. Минус, минус. Куда? Минус. Простите, у вас театр сатирический? Сатирический. Тогда послушайте меня. Сейчас надо показывать все темное, отрицательное. Ну, естественно, у нас эта наша функция, сатирический театр. Послушайте меня. Да. Театр у вас сатирический. Да, я понимаю. И именно поэтому... Только светлое. Именно поэтому... Только положительное. Темное. Светлое. Отрицательное. Положительное. Отрицательное. Положительное. Ну, сейчас выход один. Будем показывать все отрицательное и положительное. АПЛОДИСМЕНТЫ